Так, следующий наш выступающий Тарасов Алексей, член марксистской мировой, извините, марксистской тенденции, студент Европейского университета. Про Европейскую уже сказали, я поговорю немного о университетской демократии. Я также выпускник СБГУ, и там, в общем, проблемы, как уже говорили, примерно как везде. Каковы условия возможности того, чтобы происходила вся эта оптимизация, репрессии в отношении пребывателей с какой-то активной гражданской позицией, сокращение, укрупнение. Это все было бы невозможно, если бы существовали реально работающие демократические институты. Они, конечно, существуют. Существуют ученые советы, существуют студенческие советы. Ученые советы, как правило, состоят из людей, которые просто выполняют решения сверху. Студенческие советы занимаются распределением повышенных стипендий. Мы не можем просто, невозможно захватить ученые советы, и очень сложно захватить студенческий совет. Поэтому всякий раз, по каким-то конкретным поводам создаются какие-то локальные инициативы. И это то, о чем я говорю. Это реальная плоть демократии, университетской демократии, низовая студенческая инициатива, солидарность. Никто не может заставить преподавателей подписывать унизительный прикарный годовой контракт, если они все вместе решают этого не делать. Никто не может пропихивать через ученый совет какие-то решения, которые явно саботируют образовательный процесс, учебный процесс, научный процесс. Если студенты и преподаватели каким-то образом реально выражаются и недовольствуются. Проблема в том, что, конечно, эти локальные инициативы, у них нет голоса в ученом совете. Но у них есть голос на улицах, на площадях, в соцсетях, на основных порталах, на стенах туалетов. Но как только наступает лето, администрация выжидает этого момента, и все разъезжаются. Студенческое действие заканчивается. До следующей весны, вот оно только начинается, и сейчас опять наступит лето, и они опять будут створить свои темные дела. Поэтому, мне кажется, у нас есть одно решение. Это строить какую-то широкую общепетербургскую сценическую платформу, единственный сценический фронт. Мы стоим перед двумя возможными альтернативами. Либо из года в год каждый раз наблюдать один и тот же фарс, укропнение каких-либо подразделений, каких-либо учебных заведений. Либо мы можем построить такую организацию, платформу, можно назвать как угодно, которая в любое время года сможет мобилизоваться по какому-то поводу и показать господам Кропачеву, Записоцкому, кому угодно, на чью свободу они посягают. За университетскую демократию! Спасибо.